Я был в тюрьме, когда произошел случай с Артуром Саркисяном. Мы сидели в кабинете начальника тюрьмы. В очередной раз пришли несколько человек для переговоров. В числе которых был Грачар Тюнян, известный по прозвищу «Буду стрелять». Наверное, я впервые об этом рассказываю. Я спросил, как так случилось, что кто-то на автомобиле смог попасть внутрь полка ППС. Что это такое? Это ваши очередные козни? То есть, на тот момент у всех нас в мыслях была иная версия случившегося? Он обратился ко мне тихим голосом. Жироджан, полиции не существует. Я хочу сказать, что существует множество доводов о разрушении системы. Если бы народ предпринял более смелые действия, проблема была бы решена. Большинство служащих полиции никогда не было готово применить силу по отношению к народу. О вмешательстве армии и речи не могло быть. Восстание произошло после Апрельской войны 2016 года в период правления Сержа Саркисяна. Я уверена, вы также слышали распространенное мнение, что восстание Сосна ЦРР было сценарием Саркисяна. Он не хотел, чтобы на нем остался ярлык предателя, как это сейчас в случае Николы Пашиняна. Мы все помним, где был Серж Саркисян в первые пять дней восстания. Где он был? Его не было видно и слышно. Произошедшее удивило не только Саркисяна и его окружение, но и Кремль. Ни у кого и в мыслях не было, что армяне способны на такое. Ясно, что у Сержа Саркисяна была большая доля ответственности перед своими хозяевами. Потому что как такое возможно, чтобы на территории его ответственности произошло такое? Как он мог допустить такой просчет? Одновременно с этим он понимал, что может произойти, если он попытается сразу применить грубую силу. В отличие от этого безумца, он пытался действовать логически. Бессмысленно пытаться анализировать действия Пашиняна, исходя из логики, так как в них нет никакой логики. Наоборот, действия Николы Пашиняна нужно анализировать в плоскости отсутствия логики. Но Серж Саркисян всегда действовал в рамках логики. Как я уже сказал, есть разные слухи относительно того, где он находился первые пять дней. Даже есть слухи, что на второй-третий день его спрятали в бункере. То есть Серж Саркисян боялся? Конечно. Хорошо, а чего он боялся? Они думали, что на следующий день после этой операции подобное могло произойти в другом месте, и так по всей стране. Они уже были в замешательстве и не знали, как поступить. Мысль о том, что все это было выгодно Сержу Саркисяну, или более того, он был в курсе об этом и позволил этому произойти, очень бесхитростно. Я помню, как несколько дней спустя после этой операции он снял с должности Гранта Епископасяна, руководителя важнейшего дела СМБ, в чью зону ответственности мы входили, и который долгие годы служил Сержу Саркисяну. Почему он должен был немедленно убрать его из системы? Иными словами, СМБ не справилась со своей работой по этой части. Несомненно. Я уже сказал, почему она не справилась. К слову сказать, если пять лет назад эта система была ослаблена, то, к нашей радости, сейчас она в десять раз слабее. Во всем случившемся есть один положительный момент, что так называемая служба национальной безопасности почти разрушена. Потому что без разрушения СНБ нам не удастся осуществить деколонизацию. И это единственный положительный момент. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.